Ну вот, чтобы таких случаев было меньше, в Казахстане намерены модернизировать государственный аппарат. В рамках концепции развития госслужбы до 29-го года планируют в том числе минимизировать человеческий фактор при отборе потенциальных чиновников, увеличить уровень зарплат и даже применять искусственный интеллект при некоторых процедурах. По данным Агентства по делам госслужбы, эти меры должны повысить профессионализм и качественно улучшить весь аппарат. Подробнее расскажет Бутагос Марабаева. Здравствуйте, Мадина. Начну с того, что процесс начального отбора госслужащих будет полностью, что называется, обезличен к концу следующего года. Об этом сегодня сообщили в Агентстве по делам государственной службы. То есть теперь конкурсная комиссия не будет решать, кто пройдет на госслужбу. У каждого кандидата будет личный идентификационный номер, и система сама отберет лучших кандидатов по результатам автоматизированного тестирования. У соискателей будут проверять личные компетенции, а также наличие знаний закона и вербально числовые навыки. Сейчас система внедрена уже в более 40 госорганах. К концу следующего года ее распространят и в остальных 50. Пересмотрены квалификационные требования. То есть если ранее для трудоустройственной государственной службы на высокие позиции требовался какой-то опыт государственной службы, то теперь функциональный опыт приравнен к государственной службе. Это сделано для того, чтобы люди с отраслевым опытом могли без проблем заходить на государственную службу. То есть если я, как журналист, например, проработав в этой сфере 9-10 лет и достигла руководящей позиции, допустим, могла бы с этим опытом прийти на позицию руководителя департамента на госслужбе. Как проинформировали в агентстве, мера позволит госорганам оперативно заполнить имеющиеся вакансии. Кроме того, мы дали возможность вне конкурсного назначения для нашей молодежи. То есть те выпускники, которые закончили университеты по государственным заказам, то есть по гранту, с GPA выше 3,33, могут трудоустраиваться без конкурса на исполнительские позиции сельского уровня, районного уровня городов, областного значения. Таких назначений у нас с момента принятия этой нормы уже 454 назначения таких было. Что касается увеличений заработных плат, то в АДГС заверили, что их повышать будут, увеличив количество подклассов одной должности. К примеру, у главных специалистов планируется деление по уровню зарплат, так как не все могут быть руководителями. Это, по данным представителей, делается для того, чтобы удержать кадры. Хотела бы еще добавить, в ближайшие годы рекрутингом и отбором кандидатов на госслужбу будет заниматься робот. В частности, искусственный интеллект будет анализировать резюме, определять недостающие специальности, а также оказывать содействие при проведении собеседований. У исследовательской группы уже имеются наработки, однако нейросеть еще предстоит опробировать. У меня на этом все. Мадина!